Все социально-экономические программы компании группы «Элим» реализуются через ее партнера – благотворительный фонд «Элим-Гарант». С ним администрация Устилимского района сотрудничает давно. Это единственная такая организация, которая очень конкретно и очень добросовестно выполняет все свои обязанности в отношении социально-экономического партнерства. Это радует. Одно из направлений благотворительных программ – помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Каждый год на этот проект выделяется от 150 до 200 тысяч рублей. В рамках соглашения в 22 образовательных учреждениях района были установлены системы пожарной безопасности. Без помощи благотворительного фонда найти средства на их установку не смогли бы еще долго. Помимо этого, столовые школ поселков Коробчанки, Железнодорожного и Невана закупили технологическое оборудование. Появилось оно и в детских садах. В некоторых из них с помощью фонда был проведен ремонт и приобретена детская мебель, кроватки и игровые зоны. В Коробчанский дворец культуры 30 лет победы в зрительный зал завезли удобные кресла и новую одежду сцены. Каждый работник культуры знает, насколько это важная и необходимая составляющая любого сценического действия. Лыжные трассы и база молодежная пользуются все горожане. Благодаря приобретенному по соцпрограмме «Бурану» лыжню будет чистить проще и легче. Соответственно, кататься – одно удовольствие. Одно из главных направлений соглашения – здравоохранение. Здесь мы решали и ремонт здания, и приобретение медицинского оборудования. Но приобретали медицинское оборудование мы не только именно для центральной районной больницы. Мы приобретали для наших амбулаторий, для Седанова, Дучанка. Мы приобретали стоматологические установки, мы приобретали мелкий медицинский инвентарь. Совсем недавно районная администрация и благотворительный фонд разработали план действий на 2011 год. Приоритетным направлением станет развитие детского спорта. Мы бы хотели построить стадион для Дучанской школы. Вот так получилось, что школа была сдана без спортивного стадиона. При хорошем стадионе и при таком соответствующем месте можно будет проводить прекрасные мероприятия спортивные. Ну и потом самим школьникам необходимо где-то заниматься. Планов и надежд много. Районный благотворительный фонд «Илимгарант» приложит все усилия, чтобы выполнить свои обязательства. Анастасия Самаринова, Сергей Маценко. Специально для новостей ИРТ.